Приветствую! Заявление Федора Венеславского о вручении повесток через мессенджеры меня безусловно порадовало. И порадовало оно потому, что наконец-то, спустя больше года выписывания повесток на улицах, мы наконец-то начали задумываться о том, что что-то здесь не так. Государство начало задумываться о том, что что-то здесь не так. Мы-то и раньше с вами это понимали. И наконец-то государство признало, что есть некие конфликтные ситуации. А вопрос, а почему эти ситуации конфликтные? Потому что у нас люди плохие. Нет, у нас конфликтные ситуации, потому что люди умные. Потому что люди знают, что выписывать повестку на улице нельзя. Не может рядовой военнослужащий выписывать повестку на улицу. Он не уполномочен на это законодательство. Нельзя ходить с бланками, подписанными и пропечатанными заранее, и туда вписывать имя. Но наконец-то свершилось. И спустя год государство об этом начало думать. И думать, как это исправлять. Но получилось у них, мягко говоря, так себе. О чем говорит Венеславский? Говорит, что, мол, у нас же уже есть практика вызова людей в суды, например, смс-кой или сообщением в мессенджере. Да, безусловно, есть. И совсем недавно облетела новость о том, что появилось новое распоряжение, к которым предусмотрен целый порядок вручения повесток по Вайберу. Ну, тех повесток, которые судебные повестки, не повестки, которые про вызов ТЦК и СП. Мы говорим о судебных повестках. И да, это абсолютно нормально. Да, там есть для этого законодательная база и для юристов, и для людей, которые участвовали в судебных процессах. Далеко не секрет, не новость о том, что там ты мог получать повестку по смс. Правда, для этого ты суду указывал свой номер телефона. Очень часто суды просили написать тебя заявление, что ты готов получать повестки именно по смс. То есть, что тебе не нужно присылать повестку по почте, да, можно прислать смс. И абсолютно нормально это действительно работало. Но повторюсь, во-первых, человек дает свой номер, во-вторых, пишет заявление, и в-третьих, для этого есть законодательная база. Что касается раздачи повесток через мессенджеры, повесток, которые вызывают военно обязанного в ТЦК, такого на сегодняшний день нет. Законодательной базы для этого нет. И о чем говорит Венеславский? Он говорит, мы думаем и мы разработаем эту законодательную базу. Мол, номера телефонов у нас уже есть, а сейчас мы быстренько хоп-хоп сделаем законодательную базу и будем присылать вам повестки через мессенджер. Почему я говорю, что эта идея обречена на провал? По одной простой причине, ты-то, мой дорогой зритель, уже стоишь в очереди за новой сим-картой. Ну реально, каковы шансы, что это будет реализовано в жизни? Как у нас говорили там, повестки в ДИЕ. Ну и мы с вами все прекрасно, что сделали после этого? Взяли телефон и удалили ДИЕ. Теперь, когда Венеславский сказал нам, что наши номера есть, да, я понимаю, что многие люди просто пойдут и поменяют номер телефона. И все. Идея обречена на провал. Естественно, эта идея не обречена на провал для тех людей, которые были там в последнее время в ТЦК и СП и подали свои номера. Да, вот здесь они могут сказать, там, придумать что-то такое, что запретить военно обязанному менять свой номер, ну, тот, который он подал в ТЦК и СП. Дальше, конечно, вопрос, а что будет, если человек удалит эту СМС-ку? Ничего не будет, человеку это точно не поможет, потому что фиксируется тот факт, что вам доставлено это СМС. СМС. И здесь он прав, то есть технически мы понимаем, что СМС доставлено. Но вопрос, а что будет, если человек не придет? Ну, я думаю, что в этом случае будет, безусловно, наступать та административная ответственность, которая предусмотрена и сейчас, да. Сейчас мы знаем, за неявку по повестке, в военное время это административный штраф 5100 гривен. Возможно, возможно, они придумают что-то другое, какую-то другую ответственность. Друзья, как говорится, будем посмотреть, будем эту ситуацию отслеживать. Как только появится какой-либо законопроект, а он, подчеркиваю, еще не появился, то есть пока это все на уровне разговоров, безусловно, я буду отслеживать и информировать вас. Но мне кажется, что эта идея заранее обречена на провал, потому что как только будет такой закон, я боюсь, что действительно люди просто поменяют свои номера телефонов и все, они не получат соответствующие уведомления. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если какой-то вопрос в контексте повесток по телефону, повесток через мессенджеры во время военного положения и мобилизации в Украине я пропустил, не осветил сейчас, задавайте его в комментариях. Я, безусловно, постараюсь ответить на все ваши комментарии. Хорошего вам вечера, удачи вам, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.